И я нашел определенный бренд чернильной ручки, поскольку я много пишу, и ручки для меня крайне важны. И я определил, что именно этот тип чернильной ручки — это лучшие изделия этого рода. И вот я поднакопил, и я купил эту ручку и полюбил ее. А затем, к моему ужасу, выяснилось, что эта до сих пор эксклюзивная и редкая вещь становится все более и более популярной. И я помню этот ужасный, ужасный момент самокопания. Я думал так, должен ли я теперь, когда моя дорогая ручка входит в моду, должен ли я спрятать ее и перестать ее использовать? И в конечном счете я решил, нет, лучше я забью на это и буду гордиться своей ручкой, потому что иначе я поступил бы глупо, спрятав ее. Термин «статусный символ» изобрел американский социолог Торнстейн Веблин в 1899 году, написавший замечательно остроумную и даже извительную книгу «Теория праздного класса». Наблюдая богатых на отдыхе из своего дома в Коннектикуте, он был поражен тем, что люди покупают роскошные вещи, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Множество одежды было разработано для того, чтобы показать, что их владельцам не нужно было работать. Действительно, они, возможно, не могли бы работать на настолько непрактичной одежде. Люди часто высмеивают других людей за их интерес к предметам роскоши, статусным машинам или одежде. Их считают жадными за их тягу к таким вещам. Но я думаю, это от непонимания эмоциональной тонкости этого предмета. Люди влекомы статусными символами, главным образом потому, что они хотят чувствовать себя ценными. Большинство современных машин прекрасно справляются с доставкой вас из пункта А в пункт Б. Если есть непрекращающийся спрос на так называемые престижные машины, причина его лежит вне области достижения инженерной мысли, тормозов с антиблокировочной системой или спутниковой связью. Причина его в том, что люди хотят хорошего к себе отношения. Что особенного в этой машине? Здесь у нас такая среда, в которой очень приятно находиться. Взгляните на панель приборов, она целиком сделана из грецкого олеха, сверху прошита кожей в верхней части. У нас также есть фича, которая называется активное сидение, которое массажирует седока во время длительных поездок, чтобы у вас задница не озеревенела. iDrive управляет дисплеем, который тут посередине. Он позволяет управлять навигационной системой автомобиля, чтобы вы могли доехать куда хотите по имени дороги, по номеру дома и другим деталям, и она вас туда доставит. Что это за лоток внизу? Лоток внизу — это ваша пепельница. Точно. Даже у меня такая есть. Даже у вас такая есть. Скажите мне, что дает обладание такой машины вам, как личности? Будет неправильно, если я начну делить владельцев машин на разряды, но, несомненно, эта машина скажет о вас очень многое. Что внешний вид автомобиля, сильный, крепкий вид автомобиля, несомненно, говорит о его владельце. Я думаю, обладание таким автомобилем дает вам огромное чувство уверенности. Возможно, что сильнее всего к успеху стремятся те, кого наиболее часто преследует страх неудачи. Посмотрите почти на любого, кто достиг высот в какой-то своей области, и вы найдете чрезвычайно вредный страх стать лузером. В конце концов, что толку было бы в том, чтобы выглядеть таким представительным, если бы не было страха показаться заурядным? Все это печальная, эмоционально обедненная сторона покупки престижных автомобилей. Скорее, не сказка о горостолюбии, а история представительных вещей, более похожа на историю эмоциональной травмы. Людям, которые ощутили недостаток во внимании от других людей, остается впечатлять их материальными предметами роскоши, и поэтому за то, что происходит в мире престижных вещей, ответственны не только покупатели этих вещей, но и окружение тех, кто покупает. Потому что есть один, хоть и неприятный, но факт, что сумма любви мира к вам зависит от количества символов статуса, которые вы можете себе позволить. Свидетельство того, насколько сильно мы требуем уважения к нам, находится не только в сфере наших покупательских аппетитов. Они также обнаруживаются в нашей повышенной чувствительности по поводу того, воспринимая для нас серьезно. Порой эта повышенная чувствительность заставляет людей вызывать друг друга на поединки или даже роковые дуэли, чтобы доказать, на что они способны. Со своего появления в Италии эпохи Возрождения до своего конца в Первую мировую войну практика дуэлей унесла жизни сотен тысяч людей во всем мире. Статус был делом чести. Часто люди вызывали друг друга на дуэли из-за чудовищных пустяков. В Париже в 1878 году один человек убил другого за то, что тот назвал его квартиру «безвкусной». Во Флоренции в 1902 году один литератор застрелил своего двоюродного брата, который обвинил его в том, что тот не понимает Данта. Во Франции эпохи Филиппа Орлеанского двое офицеров дрались на дуэли за право обладания ангорской кошкой. Практика дуэлей символизирует радикальную неспособность понять, что наш статус — это наше личное дело, что-то, что мы решили про себя и затем не меняли, из-за сдвигов о взглядах окружающих. Для дуэлянта то, что думают о нем другие люди, решает, что он может подумать о себе сам. Он не сможет продолжать оставаться приемлемым в собственных глазах, если окружающий думает, что он дурак, неженка, лжец или идиот. Он скорее умрет от пули или от ран, чем позволит неприятным для него слухам укрепиться в общественном мнении. Несмотря на то, что дуэли вышли из моды, множество конфликтов и разногласий по-прежнему происходят из-за статуса. У 22-летнего Дэмиана Коупа произошла стычка с членом банды, когда Дэмиан сказал ему убрать пистолет, поскольку в парке в Южном Лондоне были женщины и дети. В этот день известный член банды находился в бирже с парки. И по какой-то причине ему показалось, что Дэмиан выказал ему неуважение. У него случилась конфронтация с Дэмианом. Это на языке бандитов означает, что они начинают наезжать на вас. И он начал давить на него, он достал пистолет. А Дэмиан выказал неуважение к нему, он сказал ему убрать пушку и схватиться с ним один на один, и пусть победит сильнейший. И этим он принес себе серьезные проблемы. В результате случилась стычка, и этот парень выстрелил в него. Я хорошо помню тот момент, когда я посмотрела на часы, было 9.30, и я уснула. И следующее, что я помню, это телефонный звонок. Звонит Фиона, подруга Дэмиана, и она кричит в трубку. Дэмиана убили. Я вскочила и сказала, что? Она говорит, Дэмиана застрелили. У меня сразу ноги отнялись. Как будто что-то внутри меня оборвалось. Как будто я ощутила, как Дэмиан покидает меня. Как будто он мое тело покидает, ведь я его носила в себе 9 месяцев. Я его растила 22 года, и как его мать, я чувствовала, как он покидает меня. Мы наконец приехали в University College Hospital. Джоан и медсестра, и двое вооруженных полицейских вышли на встречу нам. И я видела по ее лицу, что она собирается мне сказать. Она лишь кивнула головой и сказала, «Мне очень жаль, его больше нет». И я умоляла, пожалуйста, пустите меня к нему, я вас умоляю, пустите меня к моему сыну. Она меня сжила за руку и повела меня по коридору. И я увидела своего ребенка. Он лежал там. Я обняла его. И я спрашивала его, зачем? Зачем кто-то убил его? Что он сделал плохого? Что кто-то отнял у него жизнь? Смерть Дэмиана — шокирующий пример того, к чему могут привести разногласия по поводу статуса. Когда мы уязвлены, далеко не каждый из нас берется за оружие. Но, увы, слишком многие из нас бывают слишком восприимчивы к оценке нас другими людьми. Возникает вопрос, почему наша обеспокоенность своим статусом в современном обществе так велика, как, пожалуй, никогда ранее в истории человечества? Качество жизни в западных странах сильно улучшилось за последние 200 лет. Выросла продолжительность жизни, экономические возможности и уровень богатства в целом. И все же, несмотря на эти улучшения, можно утверждать, что мы сегодня гораздо более статусо-сознающие и статусо-обеспокоенные, чем были люди во времена лордов, леди, иконных экипажей. И если мы очутились бы в прошлом, чтобы выяснить это, мы заметили бы, что, несмотря на все свои многочисленные недостатки, старые общества имели одно большое преимущество, когда дело касалось статуса. До середины XVIII века статус передается строго определенным образом. Во-первых, было важно не то, что ты сделал, а кто ты есть, кем были твои родители, твое происхождение. Следовательно, возникал определенный цинизм по отношению к людям из привилегированных классов. Они не обязательно были лучшими, а все свои привилегии они получали на блюдечке. Во-вторых, была очень низкая социальная динамика, вы оставались на том уровне социальной лестницы, на котором были. И в-третьих, ключевой момент, люди, как правило, имели очень низкие ожидания по поводу того, какую жизнь они хотели бы вести. В этой феодальной системе лишь немногие из них когда-либо стремились к богатству и реализации своих возможностей. Большинство же хорошо знало, что они приговорены к эксплуатации и увольнению. Классы рабочих считались существами неразумными, и в силу этого были обречены вести мрачную жизнь в качестве тягловых животных для спавки полей. Мысль о том, что неравенство справедливо, или, по крайней мере, его нельзя отменить, часто разделяли сами угнетаемые. С распространением христианского учения в конце существования Римской империи, многие стали жертвами религии, учившие их воспринимать их неравенство как явление натурального и неизменного порядка. Джон Солсбери, средневековый английский философ, стал самым известным христианским писателем, написав в 1159 году свою книгу «Поликратус», в которой он сравнивает общество с телом человека, применяя аналогию для оправдания системы естественного неравенства. По мнению Солсбери, каждую часть государства можно сравнить с частью взятого отдельно человеческого тела. Правитель — это как бы голова, а парламент — это легкие. Казна — это желудок, армия — это руки, класс работающих в целом — это ноги. С классом крестьянством — это пальцы на ногах. За этой, по общему признанию оскорбительной метафорой, лежит идея о том, что каждому члену общества предоставлялась неизменная роль. Согласно старой классовой системе, вопрос о том, почему одни веселятся в банкетных залах, в то время как другие приговорены к спашке земли, просто не мог возникнуть, как невозможен был вопрос о том, существует ли реально Бог.